Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 5 августа. Я вот нахожусь в своей теплице, которая для раннего использования. Собираю очередной раз урожай и, как всегда, задумываюсь о том, не пора ли закрывать двери теплицы. Все, наверное, в августе уже об этом думают. Слышите, гром гремит. У нас опять дождь намечается. И дело даже не в дожде. Вот у нас сейчас температура ночью 7, 8, 10 градусов. Днем плюс 26. И вот этот перепад в 3 раза. Ночью холоднее, чем днем. Вот этот перепад, он очень пагубно влияет на наши томатики. И я весной еще говорила, что при 10 градусах, вот мы когда рассаду выносили сюда, мы даже ее уносили домой, чтобы она в теплице не оставалась, чтобы она не замерзла. Поэтому, я думаю, наверное, если ночная температура 7-8 градусов, то нужно двери теплицы закрывать. Я тоже начну закрывать вот уже с понедельника. Сегодня еще отберу тут последний урожай. Вон, дождь пошел. И дело в том, что у меня-то даже вот сейчас... Все, пошел дождь. Сейчас я еще ни разу не закрывала дверь, но у меня, в принципе, я уже почти все отсюда сняла, потому что я ношу отсюда ведрами, и у меня все, видите, остались только на верхних таких. Уже по помидорам видно. Вот если первые я вам показывала, вот такие были крупные. Сейчас пошли уже средние размеры, вот такие. И даже если я не буду закрывать, мне тут сильно спасать нечего. У меня там вторая теплица, которая более поздно посажена, вот ее больше нужно спасать. Ой, сейчас дождь, все, переорет меня. А вообще, если у вас очень много плодов, то, конечно, нужно их спасать вот от такой сырой погоды. Вот сейчас зарядил дождь, будет сыро, холодно. И если ночью 9-10 градусов, то это мое мнение, я не знаю, то мне кажется, лучше закрывать. Но опять же нюанс. Если днем жарко и тепло, то открывать надо очень рано, потому что в 8-9 утра уже выходит солнце, и оно может прогреть вашу теплицу, вы сделаете еще хуже. Представьте, тут будет жарко и влажно. Это прекрасная такая атмосфера для появления кладоспариоза. Он любит жару и влажность, начнется кладоспариоз, и не знаешь, как лучше. И вообще. Вот хочу еще пару слов рассказать. Я вам рассказывала розовый мед. Вот смотрите, как 4 сорта вот этих вот похожи. Их даже можно перепутать, я даже бумажки вставила. Вот это вот у меня розовый мед. Видите, сердцевидная, вот она. Вот пудовик и пудовик. Вот это у меня любимый праздник. Такой же. Он есть сердцевидный, есть немножко как потупее. Вот так вот тупой кончик. Вот этот вот. Это ботяня. Тоже похож. Видите, вот такой же вот остроконечный. Ой, не перепутать бы их. И вот, собственно, сам пудовик, который тоже похож. Вот интересно, плоды, если их вместе в перемешку положить, вот почему я бумажечки положила. Очень одинаковые, похожие. И у них разная только структура куста. Вот у этого короткий и детерминатный, у этого и не детерминатный. И мне интересно, вот начала собирать, например, неопытному человеку, если не подписаны сорта, никогда не определишь, где здесь розовый мед, где пудовик, где любимый праздник. Всё, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Пошла я дальше оббирать свои томаты. Про вопрос, нужно или нет закрывать двери, я своё мнение сказала. Потому что мне пишут многие, многие спрашивают. У меня дверь ещё не закрыта была вообще, ни разу не закрывала я. Но теперь буду закрывать всё. Хотя томатам ещё бы жить да жить, ещё плодоносить. Они, видите, какие прям пышные, зелёные стоят. Но у нас уже 7-8 градусов ночью. И если даже чуть-чуть, муж сказал, в сентябре будет минус. Так что жизнь наша, наверное, скоро закончится здесь, благодать. Всё, до свидания.